О духовном. В этом году празднуется тысячелетие русского присутствия на Афоне. В рамках юбилейной даты в Курской духовной семинарии прошла встреча с иеромонахом Пантелеимоном из подмосковного свято-преображенского скита Данилова монастыря. Братья обители живет и служит по афонскому уставу, а также занимается переводческой, исследовательской и издательской деятельностью. Монах презентовал новые книги и рассказал о знаменитых русских подвижников Святой Горы. На протяжении всей своей истории Россия и Афон были связаны тесной, неразрывной духовной нитью. От Афона не только монашество наше русское получило вдохновение и импульс к развитию. Мы знаем, что первый из русских монахов, преподобный Антоний Киево-Печерский, именно на Афоне, на Святой Горе принял постриг и благословение на то, чтобы просвещать русскую землю. Как восстановить монашество? Как уподобить наши монастыри афонским обителям, которые внутренне духовно сильны? История русского присутствия на Святой Горе, влияние Афона на наши духовные традиции. Эти и другие темы участникам круглого стола предстоит обсудить за два дня. Поговорить о том, каким образом возможно перенимать афонские традиции на русскую землю, что приживается с легкостью, что для нас тяжело усвоить. Отец Пантелеимон представил две книги, в которых собраны краткие истории об афонских монахах 20 века и их яркие высказывания.